В прошлом году наледи было меньше. В прошлом году мы наледи убирали, наверное, начали в феврале только. А в этом году вот уже сейчас. На борьбу со льдом в Дзержинском районе выходит тяжелая техника. Ледоруб полностью убирает скользкость, делая насечки на наледи. Работает он в паре с трактором, который сразу убирает скол. Дорогу посыпают песком. На уборку придомовых территорий только в одном районе ежедневно выходит более 300 дворников. Но я, в принципе, довольна уборкой во дворе. Убирают у нас часто, посыпают песком. Ну, нет у меня претензий. Ну, бывают, может, какие-то ситуации, когда вот снега много, ну, конечно, они там, может, не успевают. Это, в общем-то, во всем городе такая ситуация, наверное. Для уборки наледи прибегают к разным способам. В том числе привлекают и специализированные инструменты. На Урицкого в ход пошли отбойные молотки. За каждым участком закреплен определенный мастер. Ежедневно, ежедневно, согласно графику, делается плановая работа. То есть каждый двор учтен. Учтен каждый проезд к двору, к придомовой территории. И выстраивается определенная схема. То есть, если у нас запланировано, что идет по определенному направлению, определенный берется куст, он зачищается. Несмотря на, казалось бы, активные действия властей, фронт работ остается довольно большим. Суточное колебание температуры с плюса на минус превращает дворы в тротуары и ледовые площадки. Передвигаться по таким дорогам трудно и небезопасно. Невыносимо. Я выхожу очень редко из дома, потому что по такой дороге невозможно ходить. Я не падала, у меня соседка упала девочка и лежит с позвоночником, перелом позвоночника. В связи с падениями на льду в травмопунктах началась горячая пора. Травмы ярославцы получают в основном утром и вечером. По дороге на работу или возвращаясь с нее домой. Хотя и в течение дня без травм не обходится. Начиная с этого периода отмечаем рост количества обратившихся пациентов. Соответственно от 100 до 150 в день. При валировании достаточно выраженная костная травма, связанная с гололедом. Переломы зоны голеностопного сустава, переломы луча в типичном месте. Это так называемая типичная травма для этого периода. Когда пациент падает, выставляет руку, соответственно получает травму. И сезон в разгаре. Узнать, когда уберут территорию около дома, выразить свое недовольство ее состоянием или оставить заявку ярославцы могут в управляющей компании или по единому номеру диспетчерской службы Ярославля. 40 40 41. Синяя Старцева, Денис Лосев. День события. Продолжение следует... Продолжение следует...